Честный, будешь житель от души истинный, И живи, честный, и вся исполняй, Сокровище плаги, и жизни подателю, Иди в силе сявный, и общественный, И от всяких верный, и спасти блажет души наша. Отец наш небесный, Господь наш Творец, Бог и Игола, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, пошли нам Духа Твоего Святаго и на сегодняшнее собрание наше, вокруг Слова Твоего, вокруг Тебя, Господа и Творца нашего. Благодарим Тебя за то, что Ты сделал, что Ты привел нас к себе, что даровал нам Спасителя, Сына Твоего, Единородного Иисуса Христа, Господа нашего, который пролил за нас, столько претерпел страданий, пролил за нас свою предчистую кровь на кресте. Благодарим Тебя, Господи, что Ты нашел нас, как сегодня мы слышали, в Писании от апостола, что Ты избрал нас, предопределил, и избрал. Благодарим Тебя, Господи, за это великое чудо над нами. Помоги, Господи, еще многим прийти к Тебе, ибо Ты желаешь, что все спаслись и в разум истинно пришли. И мы того же, Господи, желаем, даруй нам это теперь исполнить, показав на деле, как это делали апостолы. Благодарим Тебя, Господи, за эти книги, которые оставили нам этот народ иудейский, и что Ты хранишь его и сохранишь его. Мир Иерусалиму, говорим мы вместе с Тобой. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Готовы все? Так, вы там поделили, что надо, или что вы там делаете? Так, сейчас давайте разделим все. Давайте, сохраните все. Сохраните, что вы сделали. Не забудьте разобрать зелень. Сестра принесла. Не забудьте. Так, братья подготовили очередной нам пакет. Слово Божьего. Коринфянам 15 глава. С 1 по 11 стих. Ну, сколько выдержим? По 11 стих. О, нет, только не вывезти. Вам не вывезти. Ну, смотрите, я могу просто читать. Первый стих. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благословал вам, которое вы и приняли, которым и утвердились. Толкование, благослованный фертилар. Переходит к учению апостол Павел, переходит к учению воскресения. Напомню, он у Каринфиона находится. И что-то ему не понравилось. Начинает говорить о воскресении. Кто что помнит, я не знаю, что вы там читали, как запомнили. Я-то помню. К учению о воскресении переходит апостол Павел. То есть рассказывает верующим людям о воскресении. Давайте посмотрим. Которое составляет основание нашей веры. Вот вот. Где-то вы с кем-то встретились, и вы можете просто сказать, Христос воскрес, и мы воскреснем. Все, достаточно будет вам. Все. Все. Или говорите так, Христос восстал из мертвых, и я не буду мертвым. Я тоже вместе с ним воскресну. Я стремлюсь к этому. Апостол Павел говорит, бегите, как вы на ресталище. Кто был в соревнованиях, участвовал когда-нибудь из вас? В молодости, конечно. Кто участвовал в настоящих соревнованиях? Бегал, плавал, прыгал, стрелял. Кто? Ну, чтобы это городские были, или там. Ты? На лыжах ходила, да? Ходила. Соревнования, чтобы с кем-то соревноваться. Прям соревновалась с кем-то? Да. Какое место соревнования? Молодец, видите. Вы ничем не занимались? Ты занималась? А что это? Бег? Ну, и бег, и танцы. Да нет, танцы, это нам не победить никогда здесь танцы. Бег. И что ты бегала на коробке, на длинной, да? И на длинной, и на коробке. И на коробке тоже. Тут, глядя, универсал какой-нибудь. И что, какие места у тебя? Я уже не помню, давно это в школе было еще. А, ну ты в школе, да, это занималась? А, ну в школе соревнования. Ну вот, а я соревновался между институтами. Шесть институтов было. Московский, Петербургский, Томский, Новосибирский. И наш Красноярский был. Было хождение на руках, кто больше пройдет. Да, я занял первое место. А в каком городе было соревнование? Это был поселок Таскино. Были там военные сборы. Ребята непростые собирались там, все подготовленные были. Десять человек, которые решили ходить на руках. Это ноги кверху, что ли? Это ноги прям кверху, да. И причем не по асфатику, а там было неровности. Ну, сделали там трассу, все. Вот и соревнования были, мандраж такой, что... Сколько можно пройти метров? Ну, вот там была 100 метровка. Причем с пересечениями надо было в ложбинку зайти, выйти из нее. Потом там столб такой, и вокруг этого столба нужно было обойти и идти назад. Но можно было уже не в канавку не забегать, а мимо пробегать. Я говорю слово пробегать, потому что на руках я бегал. Вот так. Ну, и участвовал в городских соревнованиях я на длительные дистанции, на длинные, по 5-5 тысяч метров. Ну, к сожалению, у меня первых мест не было. Там ребята такие были. Они бегут там, разговаривают сзади меня, а я пыхчу. Ну, думаю, сейчас я... Это я первый раз участвовал когда... А я в таком трикошнике, майка. Ну, помните, в советское время тогда. А они в таких трусах, у них такие кроссовки. И они так... Там я думаю, ну все, обгоню. Осталось там, ну метров, может, сто пятьдесят. Немного, вот я уже вижу, уже финиш, ленточку. И они так мимо меня пробегают и такой... Ну что, кто сегодня? Ты первый или я? И так... Счссссс... Я думаю, вот это дыхание у ребят. У меня никогда... Один раз только второе дыхание открывалось. Я, конечно, сразу победил. Вот второе дыхание. Кто не знает, что это такое, никогда не понять. Это вот как будто ты вдохнул где-то на побережье, стоишь. И это такого чистого воздуха. Знаете, и ничто тебе не заботит. Вот так все хорошо. А ты бежишь, вот такие глаза, сзади 50 человек тоже приходят, все хотят первое место. И вдруг Господь так, хоп, и ты, хоп, такая, что я встаю-то? Вот есть такие вот на Олимпиаде, видели, может, последний там, последний, последний там, эфиок такой. А потом пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп, всех обогнал, ну, Олимпиада 80-го года, посмотрите. Всех обгоняет на 5 тысяч метров, на 10 тысяч метров. У меня вчера на картошке второе дыхание. Вот, 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 вот. Копали-копали, достали-тоскали. Итак, соревнования, мы с вами говорим, и Господь говорит, все так соревнуйтесь. С соседним выкопала еще. А что в этом соревновании такого? Что? Я почему вас спрашиваю, это не просто так? Лена, соревнования с кем устраивала, непонятно, но тоже молодец, копала. Почему? Желудок требует еды, дети требуют еды, муж требует, она копает. Почему? Потому что надо, это цель, надо. Да, и эта цель теперь духовная. Вчера, кстати, были у нас занятия с детьми. Духовная, я говорю, понимаете, научение в школе у вас там и так далее, это все нужное. Но мы с вами здесь занимаемся духовным научением. Нас никто не поймет, кроме тех людей, которые веруют, которые духовные, которые понимают, что такое духовность. Есть журналисты, вот может быть вы смотрите иногда какие-то программы, и журналисты начинают говорить о духовном. У мусульман находят духовное, у буддистов находят духовное. И вот они о духовном говорят, и даже там где-то во Франции или еще что-нибудь, какая-то культура там, живописи, люди посмотрели на эту картину, это духовное. Духовное, даже вот на икону посмотришь, это еще не духовное. Если тебе вместо Писания к этому не приложить. Вчера слушал проповедь баптистов. Ну, как только я послушаю что-то у протестантов или у баптистов, ну, их проповеди. Ну, невероятно. Я понимаю, почему Игнат Тихонович после православных ходил к баптистам в свое время. Ну, туда прям они заманивают, ну, до такой степени простые проповеди. Но все основано на Священном Писании. Вот это духовность. Вот это, вот подкупает-то где. И люди идут туда, и там они рассказывают. Конец уже собрания, и там один встает, который за молодежь отвечает и говорит, я что-то вам сделаю, братья, какие у нас был молодежный сбор. Там со всего Кавказа собрались члены церкви у нас, из нескольких там территорий, тысяча сто человек. Но это только члены церкви. Ну, и те, кто у нас называются Глашины, а у них те, кто определяются с крещением. То есть, ну, это мало, Игорь, совсем остановился. И мы там проводили тематику. Тематика у нас была там по посланию к римлянам. И вот, представьте, молодежь сидит, тысяча сто человек, на них, говорит, обеды, все приготовили, все. День был, были занятия по этим, несколько тем раскрыли, рассказывают. Что как выслушали, что были докладчики, сами дети и так далее. Ничего, у вас мурашки не охватывают? Ну, ладно. Вот про это Евангелие и говорят. Единственная ремарка, они называют только себя церковью, но они в Генеции. Да, конечно, они сектанты. Ну, это надо подчеркнуть. Они же сектанты. Ну, кто не знает об этом еще, давайте об аптизме потом. Нужно это знать. Ибо, если нет воскресения, то и Христос не воскрес. Если же Он не воскрес, то и не воплотился. И таким образом вся наша вера исчезнет. Как бы от обратного. То есть, вот есть спасение, воскрес Христос, и вдруг его нет. Тут, 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 назад ушли, ушли, ушли. И что? И опять Господь говорит, идите наипаче к погибшим овцам дома Израиля. К погибшим. Все, вы все погибли. Никого нет. Никто не исполнил законов. Никто не знает, как их исполнять. Все. Примера нет. Поскольку такие колебания были у коринфян. Вот здесь, здравствуйте. Ибо внешние мудрецы готовы принять все, только не воскресенье. То Павел и подвизается за воскресенье. Подвизается, то есть вступился. Апологетико называется это. Гречески. Апологеты. Весьма мудро он напоминает им о том, что имя уже принято на веру. Ничего странного я не говорю вам, но даю вам знать. То есть напоминаю о том, что уже было вам сообщено. Но позабылось. Кто-то есть у нас, кто забыл, что Христос воскресел? И мы тоже воскреснем. Вы скажите, кто эти коринфяне? Не, ну я понимаю, кто. Если зайти в московскую патриархию, там стоят люди и молятся. Бывает много. Вы начните с ними говорить, что вы воскреснете, как Христос. И все, с этого начнется. Там скажут. А что вы тут делаете? Благодать-то какая. Да такое спокойствие у меня. Вот я ничего не могу сказать. Это на уровне чувств. На уровне интуиции. Понимаете? Вот начинаю глаза закрывать, руками водить, что-то около сердца колебать. Нету слов, нету слов, нету слов. Ты Писание открой, и слова найдутся. А почему нету? Говорят, нету слов. Да не читают они ничего. Вот и все. А если бы читали, кто-то хоть заступится за них. За этих людей. Правильно делаете. Лучше обличать сразу. Назвав их братьями, этих коринфян, которые забыли, что их воскресенье Христа. Отчасти смирил их. Отчасти напомнил им то, от чего мы стали братьями. А именно, от явления Христа воплоти. В которое могли перестать верить. И от крещения, которое служит образом погребения и воскресения Господня. Вообще, невероятно просто. А что мы читаем? Ну, вот такое было. Ох, жирные коринфяне. Ну, в смысле, я имею ввиду богатенькие. Ну, я вам рассказывал про коринф. Два порта. В одном городе два порта, и там, и тут. Я еще посмотрел документальный фильм про это на неделе. Там такие у них были богатства, такие дивиденды у этих коринфянов. Я знал, что они там, но я тут конкретно посмотрел, от чего у них эти богатства. Оказывается, эти товары, которые возились из Персии, с этой стороны Персия, допустим, вот так вот Греция, Пелопонесов, полуостров. Вот отсюда с Персии возились товары. А откуда с Персии? Да не совсем с Персии. По берегам Малой Азии были Мелит, там вот эти города, там Родос и так далее, там много других. Это были греческие города. Греки брали товары у персов и привозили их сюда. То есть уже наценка была. Привозили к коринфу, а те, которые были в Италии, с этой стороны Италии, кто не понимает, географию надо немного знать. С этой стороны Италии, там римляне были уже богатые, и не только римляне, там еще были в те времена люди, которые, страны, которых сейчас нету, а люди были богатые тоже. И они оттуда покупали эти ткани там особенно, вот эти нежные и так далее. Специи. Да, специи, да уже тогда приходили, специи это вообще было там, ну, вот золото насыпал и перца. Вот так вот раньше весы были. И там многое-многое другое. Красители всякие там, что такое там. Нет, оружие такое интересное. И все это перепродавалось в несколько там десятков раз. Ну, это как наркотики сейчас продавать. Вот, или как перец продавали в свое время, когда кому-нибудь был. Вот такие они были богатые. То есть, они везде имели работу, имели достаток, и поэтому они могли позволить себе забыть о воскресении Христа. Ну, там же тоже рассловение общества, наверное, было на богатых и билах. Он же говорит про их, конечно, билах, конечно же. Назвать им. Все называют братьями. То есть, вот, поэтому у нас, если кто-то имеет на сердце что-то на братьев там и так далее, там. Ну, я имею в виду на всех членов общины, то знайте, что они братья, они крестились. Вот смысл-то в чем? Они забыли, вот в субботу не ходят многие. Вот брат Севастьян, вот, благодарность ему. Он постоянно, вот, прям вдохновляет, когда приезжает в субботу, и ведет, и вычитывает, как говорят у нас, все, что надо там по православу. Православное прям, ну, служение проводится. Настоящее. И сестра Надежда у нас, наконец-то, наконец-то сестра Надежда освободилась от бремени и зависимости детей. И теперь приезжает к нам уже, наверное, не знаю, год почти. Год, ну, побольше, может, немного. Каждая субботу практически приезжает, несмотря там на трудности на работе, и поет. Поет. Вот сегодня они, видите, выдали первый нам новый какой-то. Не споешь ничего. Это музыка для меня, как какофония. Хочу подстроиться, зубов еще нет. Ну, вот, мяк, мяк. А, ладно, пускай поют. Они тоже любят послушать свой голос, им надо иногда. Батюшка будет, пожалуйста, пойте. Ну, чтобы... Чтобы мы могли подпеть немного, да? Не против вы? А так-то нормально, нормально. Давайте мы потом новую мелодию разучим. Тоже неплохо это все, да? Да, сегодня красиво. Да, как бы красиво, да. Ну, я привык к той, которые какие есть. Для меня кажется, что небо открывается. А сейчас, думаю, ничего не открывается. Не могу подпеть. Нисколько причем. Вот не могу мелодию ловить и все. Он нас делал родными, он нас делал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Вот просто все, знаете, так прям ответственно. У нас же, как начнут, это ни на чем, как говорится. Не сказал, которые вы слышали, но которые вы приняли. Ибо они приняли его не по слову только, но и по делам, и чудесам. Сказал так и для того, чтобы убедить их содержать оное, как давно принятое. То есть после того, что они приняли воскресение Христа, через крещение. Все, то есть эту веру они приняли. Нельзя ее забывать. А как ее можно забыть? Это в общении не участвовать. Почему апостол Павел постоянно говорит, жертва общения, жертва общения. Вот мы сейчас сидим, и многие из нас любят одиночество, покой. Кто любит одиночество? Ну, чтобы одному посидеть, второму мыслить. Вот она любит, видите. Поэтому она иногда такое выдаст, что нас за нее ругают. Чего вы, говорит, не даете ей разговаривать? Да пускай она говорит, сколько хочет. Только молчащий и глупый сойдет из-за умного. Так и глупость для этого вся выявится. Поэтому мы должны, эти, сильные, помогать слабым. Понимаете? Которые, ну, чувствуются, что-то недопонимают. А такие и есть, мы видим. Каринтияне вообще забыли, что такое воскресенье Христа. И мы скажем, да, это придумано. Да, Квей, вспомните семь отроков, которые в 251 году, а дети претерпевали гонения, и в пещере были засыпаны. Господом, специально. И воскресли через 180, сейчас скажу, это 251, а они появились там в 562. Через 260 лет. 260 лет с лишним прошло. И он вышел, этот, один из них, там, не помню сейчас имена у них, ну, вот эти, греческие. И пошел, видит над городом, над воротами крест. Какое-то неказистое все такое. А тогда блистала империя римская. Везде города, все там обустраивалось. А это уже 560-й, запущенность, уже Айварик давно захватил Италию. Уже прошлись смертным боем эти варвары, все поразрушили. Но крест, крест над воротами, он не понять не может, заходит дальше. А кушать, послали кушать, купить. А у него монеты вот такие здоровые, золотые. Они богатые ребята-то все были, семь отецких отроков. И он пришел и монету-то подает. А у них уже давно монеты, там, серебром разбавленные, медные, там, всякие уже, только не золотые. А там посмотрели, вор, грабитель. Потому что так одет, может быть, богато, ну, как-то непонятно, вычурно. И с такой монетой только вор может быть. Нету, ну, нету ничего. А оказывается, в этом же стране, в этих городах Малой Азии, епископы даже не верили в воскресение мертвых. Вот так. Написано это прям в житиях святых. Епископы не веровали в воскресение мертвых. Потеряли веру. И Господь послал. Отроков воскресил. И они рассказывают все. И пали на колени, давай каяться. Как там каялись, не знаю. Ну, вот это написали. Значит, каялись. Второй стих. Которым и спасаетесь, если преподданное удерживаете так, как я благористовала вам. Если только не тщетно уверовали. Апостол Павел разговаривал, немало не сомневался, что он избранный. А он гнал до этого церковь, и все. Там любой мог выскочить. Ну, как я иногда разговариваю, у меня так, ну-ка, замолчаем-то. И спокойно заткнули. Апостола Павла так не заткнете. Вот он написал, и мы теперь это читаем. И он говорит, я вам преподал это. И если вы не так веруете, как я вам сказал, вы не верующие. Понятно вам? Все сидят, как зайчики. Никто ничего. А там где-то кто-то говорил. Он опять им говорит. Я наименьший из апостолов, но я сделал больше, чем они. А почему наименьший? Ну, потому что они со Христом ходили, и все. И не гнали Христа. Ну, там, да, апостол Петр. Ну, это же не гонение все-таки. А я гнал прям верующих. В темнице бросал. Из-за меня братья и сестры в темнице претерпевали мучения. И он говорит, я вам преподал, и вы веруете. Понятно? И поэтому, если мы не исполняем то, что апостол Павел нам наказал, знайте, что он избранный от Бога. Его Господь избрал апостолом. Говорят, 13-й. Нет, не так. Не 13-я. Первый верховный апостол Петр и Павел. Это как одно. Петр и Павел. Первый верховный апостол. А потом идут остальные 11 апостолов. А потом 70 апостолов. Кстати, вы знаете, что апостолов 70? На самом деле не 70. Больше насчитывают. Где-то 77-75. И некоторые там, то ли имена там одинаковые есть. То ли это один и тот же апостол, то ли разные. От 70. У нас проходят занятия по изучению Слова Божьего. Исследования. И скоро я начну, продолжим, деяния святых апостолов. И первое, с чего я начну, это характеристики или там автобиографии апостолов. Всех, какие есть. С них. Это из жития или просто образ описывается? Откуда ты будешь? Что есть в житиях святых, в исторических. Вот будем смотреть, какие были апостолы. Все. Куда они ходили, географию. То есть они, говорит, заквасили всю вселенную. Про Покруху. По всей вселенной. Сколько это была вселенная? До каких пределов они прошли? Вся-то, да не вся. Вот так. В Китае были? Были в Китае или нет? Были, кто был в Китае? Кто, кто? В Японии были? Кто был в Японии? Кто, кто? Вот в Якутии были? Кто? Кто знает? В Северной Америке были? В Южной Америке были они? Где? Еще в Африке были. В ЮАР, где он сейчас, ЮАР, кто знает? Это самый там юг африканского континента, туда к Антарпиде. В Индии были? В Доброй Надежды там. Были, не были? Где они были-то? Где они заквасили всю Вселенную? Сколько это? В Индии, в Армении. Вот так вот. Так что надо географию знать. Где были они, какая Вселенная была тогда у людей, понятие Вселенной. Сколько людей приблизительно проживало тогда? В тех странах. Сколько всего на земле было людей? Неизвестно в том. Брат, Каримтина, давайте, войдемте. Приблизительно известно. Ну, то есть это вот все надо знать про апостола, который так говорит. А почему он так говорит? Толковательно. Блаженый Терпилак поясняет. Хотя они колебались, однако говорит, Что устояли в нем, то есть в вере. Он намеренно представляется незнающим и предупреждает их, чтобы не могли отрицаться, хотя бы и очень пожелали того. Какая же польза от того, что стоите в нем? Та, что вы спасаетесь, говорит, как бы так, о том, что есть воскресенье, я ничего не сообщаю вам. Ибо в этой истине вы и не усомнились. Но, может быть, вам нужно знать то, каким образом будет воскресенье, о котором я благовестил вам. Об этом-то, то есть о том, как будет воскресенье проходить, я и говорю вам теперь, чтобы словами вы утвердились, не сделать их беспечными. Говорит, ну то есть вы уже знаете, все, значит, молодцы, на самом деле. Если вы удерживаете, если только не тщетно уверовали, то есть если вы не напрасно называетесь христианами, ибо сущность христианства заключается в учении о воскресении. Вот мы, добавил Виктор Андреевич, что баптисты это еретики, то есть секта. Это вот как раз об этом идет речь, именно о сектантах. Они как бы веруют, приняли Христа, Слово Божие читают, но, но они до конца не приняли. То есть для них не открыто. Как бы избранничество есть, и все вопрос задают. А вот у сектантов, которые Слово Божие читают и так далее, у них благодать Духа Святого действует или нет? Там исцеление у них есть, люди приходят к тому, что читают Слово Божье. Это настоящее избрание. Как это есть там или нет? Дух Святой действует или не действует там или нет? То есть как к ним относиться вообще? С каким характером подходить к ним? Гневаться на них или удивляться, или что нужно делать для того, чтобы порицать? Брать полезное от них. Да, или брать полезное можно оттуда вообще что-то или нет? Благовеско. Да, вот мы должны понять, что Дух Святой, он как ветер написано. Душ дышит где захочет. А где он захочет? Там дело все в том, что в нас нету ни одной частицы Бога. В нас нету ни одной маленькой частички Бога. Нету. Бог сотворил нас совершенно отдельными личностями. Отдельно. А с каких материалов? Ну, с каких захотел, с таких сотворил. Сразу скажу, вот что все в земле есть, мы все из этого состоим. А, ну, доли и долями. Ну, а есть и много чего. Кремний там, допустим, кальций, ну, там побольше всего этого железа. Нам не хватает иногда, поэтому добавляют. Вот эти медики хорошо знают все это. Поэтому вот мы, но, но, но с другой стороны, если мы уверовали, приняли Христа, родились свыше, Дух Святой прям нас посещает. Благодать Духа Святого прямо опускается на человека. А почему? А так же, как и бесы, бесы, бесовские силы могут прям войти в человека. Человек открыт своим сердцем, открыт человек для принятия слов Божьих и для принятия злобы. И до такой степени бывает, что рядом есть бесы стоят, нашептывают, и человек откликается, как предатель. А есть те, которые сами становятся бесами и прям принимают беса внутри себя. Но Господь говорит, и тогда есть спасение. Вот Маталилова, вспомните, ученика Серафима Саровского. Он все-таки избавился, когда прославляли Задонский у нас, как Иосиф, Тихон Задонский, прославляли его, когда в каком-то 902 году, ну что-то такое. И он пришел на молебен этот, и там Господь его простил. И там он освободился от бесов. Ну и, конечно, перестал похвалиться, как он просил Серафима Саровского, дайте, я тоже побоюю его, хочу увидеть бесов. Он говорит, что вы, что вы, ваше боголюбие. Такой был кроккий Серафим Саровский. Интересно, вы послушаете, какой у него голос был. Такой ли? Может, он немножко бы сил, как Ленин, все его, как талым таким, а он такой, голос у него. И сразу начинаешь понимать, почему народ пошел за ним. Много, но не понимаем. Третий стих. Ибо первоначально преподал я вам то, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Так как учение о воскресении очень важно, то я преподал оное первоначально, ибо оно есть как бы основание всей веры. Принял же он и я, то есть, от Христа, ну, как ученик. Посему, как я содержу оно это учение, так и вы должны содержать учение о воскресении. И как вы приняли в начале, но ныне вы не правы, когда усомнились, хотя на время. Эти слова очевидно принадлежат самому Христу, говорившему через Павла. Видите, нам говорят не через апостола, ничего, просто в простоте. Через Павла, и уже не Савла, а именно Павла. Поскольку манихеи будут впоследствии, то есть эритики, говорить, что Павел смертью называет грехи, а воскресение и освобождение от них, то ему угодно было этими словами заранее обличить их. Так Христос умер. Какой смертью? Вопрос. Без сомнения, телесной, негреховной, ибо он греха не сотворил. Если же они не постыдятся сказать, что и он умер смертью греховной, то как сказано, что он умер за наши грехи? А как понять греховной смертью, телесной? А греховной смертью умер до того, когда на страшном суде, Амфиса тоже там будет стоять, кстати, на страшном суде, да, Амфиса, не забывай об этом, еще успеешь отдохнуть. Подумай пока здесь. И мы все там тоже пристанем. Мы все умерли с вами греховной смертью. Умрем. Ну, а Христос телесно умер. А что это значит? А это значит, что он мессия, и по пророчеству он обязан ожить. А когда? Пророк Иона говорит, когда три дня был в отчреве китовом, или в преисподней земли был три дня и три ночи. и голова говорит, кина моя была в голове, там желудки кита, рыбы этой большой какой-то огромной. Он говорит, и он там молился. Господь сошел в ад, вывел оттуда праведников всех, отцов наших вывел, пророков, всех-всех праведников, которые были предопределены, все выведены, они сейчас с Господом, там, где надо. Но еще не в раю. Еще не в раю. Все это рядом. Никто не опередит, никто. А Господь сказал этому разбойнику, ныне же будешь со мной в раю. И жития святых есть, которые говорят, видели там разбойника и Адама в раю. Ну, я не знаю, там имени-то его нет в Библии. В Библии нет его имени. Нету, да, поэтому, ну, может быть, может быть, и он в житиях, да, в житиях есть. Мы просто по имени называем, мы говорим вот этот покаявшийся или благоразумный разбойник, вот так говорят. Так что, вот, говорят в житиях святых, что там вот видели его, но они все равно не опередят. Может быть, они там ходят около какого-то дерева, где-то, но жизни нету еще в раю, в Царстве Небесном. Будет страшный суд, и после этого сразу все одновременно войдут и распределятся по своим обителям и начнут общение. Первое, пойдут поклониться Господу Иисусу Христу, солнца там не будет, ибо ли Господень будет солнце, ли Господа Иисуса Христа. Все захотят лицезреть самого, и мы увидим, какие у него волосы, какие у него глаза, какое телосложение, увидим у Господа. Если Господь соблаговолит нам дать предстать пред Ним в Царстве Небесном, тогда все мы увидим. Пока все это для нас туманно. Ибо если и Он был грешник, то как Он умер за наши грехи? Весьма ясно поражает всеми замечаниями по Писанию, то есть по словам сказало или пророчество, должен победить этого, раздавить голову этому сатане. Ибо Писание, ну это змея, ибо Писание везде приписывают Христу эту телесную смерть. Ибо Писание везде приписывают. Вот слово такое. У нас это вообще ибо Писание везде отдают Христу эту телесную нас как назвать это приписывают? Описывают наверное. Так говорится промзили руки мои и ноги мои псалом 21 18 еще несомненно это принадлежит христу эти пророчества несомненно принадлежат христу написано именно христе и моисеев 13 главе второзакония когда говорит что восставит придет время и господь восставит вам пророка как меня его слушайте и они не послушали это молитва моисея человека божия это мы сели какого-то другого написано молитва моисея человека божия возряд на того которого пронзили захария 12 глава 10 стих а он изъязвлен был за грехи наши за преступления народа моего он идет на смерть киса и 55 глава 5 и 8 стихи так продолжим еще как я согласна мне нравится полдесятого времени да я тоже посмотрел просто что ну может кому-то ну давайте еще давайте у нас еще немного есть четвертый стих и что он погребен был и что воскрес третий день по писанию и так толковательный он и тело имел ибо погребается тело слова же по писанию большому к слову писали не прибавил или потому что гроб был всем известен или потому что слово по писанию относится ко всему вообще где же писание говорят что он воскрес в третий день прообразе ионы и прежде всего высоки который в три дня сохранен живым для матери они был заклан и весьма многих иных прообразах ну три дня они шли три дня до этой горы всего там где происходило заклание ну там же за них стоял и там надо было принести жертву и туда сказал авраам что он поведет сына матери она как бы печалилась переживала ну вроде сослугами он пошел все это прообразы взяли там с собой слов и когда шли то он сам же нес жертвы вот эти вот дрова это как крест господь нес все прообразы такие авраам авраам был как сам господь который смотрит за своим сыном и переживает за него и в то же время он является путеводителем сына вот тому жизненному подвигу который он сейчас совершит потому что авраам сам не мог заколаться он заколает самое дорогое господь знает наше сердце и если это сердце любящее помните как это матерь две пришли матери-то при соломон когда одна заспала ребенка ну придавила его он перестал дышать маленький был вот такой а вторая хранила себя ну и так далее но заснула крепко а там видит ребенок мертвый подменила того на этого я думаю это сложно сделать а мать то это видит что не ее началось вот это разборки и сам он посмотрел и видит что решать надо раз и навсегда это дело и говорит так давайте меч ребенка разрублю и по половинке вам отдам и и все вы меня замучили обе кричите как плачете единственно непонятно зачем этой блуднице второй без мужа был ребенок может нет интересно чужой причем не свой собственный для чего они но такие были блудницы раньше страны сегодня не такие и и и которая мать то говорит нет 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 конечно пускай она забирает тогда его живо увидится сына хоть издалека и слава говорит это ее дитя отдайте ей конечно а меч верните нужно вот еще удивительно какие слуги умные были какой-то сигналом подавал видать он же уже вроде как сказал да разрубите и в то же время еще не разрубили это тайный знак он подавал лишь дачу ему тайну просто там мог что-то такое соломон то у нас так кстати здесь же цветные тут не цветные иллюстрации тут не цветные которые раскроют раскрашения продолжать даже посмотрите там какой он стоит величество высаки в иных и также исая господь хочет очистить его от язвы показать ему свет в словах давида не оставишь души моей влади псалом 15 10 стих это все господь 5 стих и что явился киеве потом 12 кипа петр первых поставляет свидетеля достовернейшего из всех хотя не в ангеле говорит что господь явился прежде марии марта 16 глава 9 стих помните это да они идут жены мироносицы и мире является христос и они упали и прикоснулись к нему и там перечисляется мария мария яковлева мария магдалина там соломия и так далее перечисляется их там было нет несколько женщин и родственницы его были и те которых которые ходили помогать богатые и первая мария яковлева это оказывается пресвятая богородица пренепорочная дева мария узнали мы и она прикоснулась к сыну своему и все ей теперь ясно это вот такой фильм есть сейчас новая вера там новый завет и там показывают мария магдалина когда садовник то думает садовник это все и повернулась и она потом глава мария магдалина показывает негритянку господи помимо чего они делают пророк пророк это пророк говорили и а богослов негр причем не какой-то там махровый прям негритища прям черные какие волосы и смотришь прям я вот так себя просто это так пальцем закрою чтобы не видеть вот это я другого представляю другую зачем это делать вообще к чему так фильм снят там такой богатый вообще не знаю видели вы нет телесериал посмотрите прямо показывают иерусалим храм как жертву приносят вот казни там эти они как синедрион как там одеты я с удовольствием посмотрел новая эра новая новая эра продолжение библии так прежде марии так что это мария яковлевна но из мужей первому явился петру как лучшему из учеников и потому кто первый исповедовал его христом следовало первому видите воскресенье воскресенье тут большой буквы является ему прежде прочих и по причине отречения его дабы показать ему что он не отвергнут матфей сопричислен вместо иуды после вознесения господня не матфей а матфей который проходить который жеребьевку проходил вместе с устав как же павел говорит потом 12 отвечаем вероятно он явился матфею после вознесения как явился и павлу призванного после вознесения посему он и не указал время но выразился неопределенно некоторые же говорят что здесь ошибка писца или господь вперед знает при при презирая что матфей будет сопричислен к 11 явился ему чтобы он всем отношении не был ниже прочих апостолов нечто подобное выражает и иоанн когда говорит сама один из двенадцати и ангелетана 20 глава 24 стих видите толкователи нас как направляют наше разумение мы-то даже не придаем значения 11 там их было 10 9 дано хоть 7 нет 12 как 12 иуда же придал значит 11 господь уже избрал избрал уже пришел и уже сказал поэтому это важно очень для нас апостол павел же он же как бы тоже причислен к апостолам первоверховный апостол ну ты слышал я кое-что сказал да я до этого еще говорил не знаю уже здесь минут назад рассказывал об апостолах что их 12 70 и не 70 там больше но я же сказал что говорят что он тринадцатый апостол а на самом деле записано 1 верховный апостол и петр услышала или нет вспомнила но слава тебе господи вопросы задаешь через 10 минут как я кажется подробно объяснил у тебя в блокнот есть ты хоть записывай не запиши 1 верховный петр и павел ну все никто не говорит тринадцатый апостол нету такого нету просто чем лучше дорогая сестра ибо всякий скорее скажет что он сопричислил к прочим апостолам матфея по предвидения чем иуду после его предательства и самоубийства вот так видите как тщательно подробно нам это объясняется запомните это и потом будете другим рассказывать не задавайте опять одни и те же вопросы запомните хоть что-нибудь я хочу чтобы вы не помнили своих отступлениях они кстати хорошо разворачиваешься в плане истории географии но покороче немножечко эти комментарии я хотел бы сказать и второе а может и первое ты заявил нам что в нас нет не частицы божией а как же это противоречит твое утверждение противоречит учению святой православной церкви от аминское причастие не слушаете вы совсем меня не слушайте как чуя там заявил там что-то я передаю серафима саровского луи и время селена слышали от тебя и время сельско читайте цикл и не сказал что это кто-то сказал ты знал что вы знаете что у вас не частицы божие в нас нет ни сети ты будешь но это при сотворении имелось ввиду а после говорить об этом сказал я же про это все виктор андреевич я я же после этого сказал только дух святой нас посещает когда мы после крещения если родились свыше благодатью своей вот так нас господь творят не не приезжая своими в таинстве крещения я же это поднимаю потому что это святые за это это говорится это говорится о том что есть душа и тело а дух относится к душе состояние души посещает и безбожных грешников и грешников нет 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 при рождении да нет пророчества говорит лучше один умрет за всех что духом святым дух святой его посетил ну и что что пророчество и что ли он у них в нем частица бога появился нет 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 ничего подобного что ты не поняла посещение двух и святого это совершенно разные вещи и фразы когда нет в нас частицы божии мы принимаем тело и христова иисуса христа кровь его и тело его принимаем танец и крещение поэтому в нас он присутствует когда тех пор пока мы не совершаем грех а до христа было человеке или нет вообще не было что для меня поводу чем так вот я же вам сказал что сотворение богом человека не заключала то что он отдает какую-то свою частичку человеку не заключала этого по образу и по подобию конечно душа вот закладывается богом это от бога или бог это бог он цельный это сущность все и никто прилепиться к нему не может и он не отрывает себя для кого-то там даже своей славы никому и нарезал то чем речь а вот если ты презирает на тех на кротких смиренных кто принимает господа а болящих а болящих то у нас болящие наталья выписали из больницы это жена наталья семёновна сиськова ее выписали из больницы она теперь дома и выписали результаты у нее хорошие жена алексея семёновна сиськова но за которую объявляли молиться все что она она а не слышно ну так как по любому статус такой же сейчас я скажу он не ответил ну-ка ну-ка давайте здесь буквально он сказал медленно идет улучшение у надежды а я приболел у меня урвия кашля вот а вообще как-то многие это он отвечает по телефону да ну я пишу и когда у него есть время он может не отвечать долго потому что жами куча дел а то что нужно на такой болящий может посетить надо туда приехать и сестры кто-то желание и лишь не нужно позвонить ну понятно понятно вот хорошо был воскресенье как мы не можем завина неизвестно когда пилируем лену 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 на госпитализацию 19 когда оперировать дополнительной информации предположительно что игорь терпиков в поездке он едет я так понимаю в барнаул обратно что ли галя там у себя в поездках по юган там москва там ростов у ней хорошо все там тепло единственное потому чтобы там не стреляли ракетами потому что сейчас говорят дальнобойные того и ей будет поэтому не стремитесь туда ехать пожалуйста я была улюблю любовь петровны ну нормально она все себя обслуживает варит еда продукты лекарства все у нее есть полы и приходится защита моет она потихоньку конечно спина у нее сильно болит и ноги но горит иногда даже выходит на лавочке посидеть возле подъезда но не второй этаж и вот с виктором андреевичем мы с алифтин пантелей на были у людмила степана посетили в прошлом 1 ну как она нужно молиться потому что мы посмотрели на нее и я предложил ее обследование обследование но там сложности то ли не понимает то ли она там действием запуганная сына какие-то у нее там непонятно возить надо она сама на не будет не дойдет уже позвони мы очень сложно включен телефон там у нее был долг начале была по гостил витранде еще это можно обследование как-то провести в вашей поликлинике ей нет чтобы это было под надзором прямо и что естественно надо чтоб кто-то с не очень речь идет нет и там же нужно подготовиться к этому обследование ну конечно высота и дело что же не вышло не вышло потому что она там в итоге сказала бы меня бросили вы не помните обо мне головой правда поэтому он не вышел из комнаты он был дома но из комнаты он не вышел до уже лет тридцать ну я не видела я говорю что не меньше 30 больше 40 уже и там два же сына андрея старше в москве она путается с ней договорились об одном она потом говорит а я никуда не поеду и вообще вы мне это даже не говорите то есть она вот у меня пришло потом звонить врачу сказать что не будет у нас процедуры потому что занимайтесь другим человеком и потом она вообще отключила телефон был контакт а потом раз она вызвала врача из поликлиники и и наблюдают и сказала я буду лечиться у них все мы сергей опять позвонил утром и говорит я не могу опять давление аналогично и в интернет-содружестве еще антоний это впервые такое что в интернет-содружестве долго лет пять то уж точно и сделали операцию у него тоже онкология да и сделали операцию 8 часов ну за которым мы молились и сколько уже года два наверное нет и нет тогда от операции которые сейчас не сопоставимы просто видать метастазы куда-то ушли а желудок удаление то есть да когда мы уже была операция какая-то нет ну так не было такого еще что мечта только том что у него онкология онкологии все что да 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 ну то есть там было по не так не такие операции были сложно это очень сложная и говорят прошла успешно и вот он три дня был в реанимации не отвечал никому ничего я его там послание написал начитал там и в это же мой подопечный а как фамилия вот у него жена в петербурге то есть он сам петербурге живет и жена верующая отвечает то есть нормально все но как-то я не оставил озаботиться чтобы она справлялась приходится звоните ну вот так как-то и он ответил наконец-то вчера что слава богу переводят в палату сказали что успешно прошло ну то есть на данном этапе он полностью полысел борода у него выпало усы выпали потом отросло ну начало отрастать и бородка уже появилась усики там сколько лет ему 47 где-то ну под 50 уже вот так ну что нас я просила смотрится об андреи пианист музыкант я ему вышел трехтонник истину православию информация о том что он получил поэтому будем молиться что господь его наставил на путешествие помог ему разобраться в жизненных ситуациях много приходится ездить в разных местах бывать или сохранил его соблазны вы еще хотел рассказать что вчера состоялась еще у нас встреча с детьми говорил я обучение говорил о общине обыгнать тихоныч и прочитал и вместо и небольшой отрывок из для слова божия не туз дел маленький там постарался передать интонации ну и они там читали места писания обучения потом я из премудрости соломона 6 глава там 10 стих ну там не один только там побольше 10 20 дал домашнее задание чтобы прочитав это там обучение идет обучение премудрость христос наше научение и к екатерина можно сделала такой подарок там и у ней два сына кирилл 11 лет и 8-летний елисей они заучили стихотворение обучение и прочитали его по куплетам вот так она написала стихотворение обучение что такое учение света не учение тьма прям как я заглавил нашему вот эти занятия и она вот так прямо написала обучение там христос писание я говорю домашнее задание дал чтобы родители с детьми это место писания премудрость соломона раскрыли для детей а я уже раскрыл о посох арона пошел допускай ходит пускай ходит может куда-то улетит это моя немощь и я пойду пойду сразу на площадь сахарова куда-нибудь или он к россии там столько детей ходит дурю мается да и вот и они прочитали вот это стихотворение и они пол полностью она раскрыла что это о христе господь придите ко мне научитесь у меня его я кроток и смирен сердцем найдете покой душам вашим то есть премудрость соломона когда было написано 900 лет до рождества христова и христос передает нам слова эти чуть не через тысячу лет и сейчас мы до сих пор пользуюсь ими и до тех ночи я такой девиз взял для него ефесянам 6 глава дети повинуйтесь своим родителям и родители тоже нет не раздражайте детей но учите их учитель везде говорится обучение игнать тихоныч говорит дети воспитаны в христе россия должна встать россия это и мы и есть то есть и дети россия это мы мы то есть эти говорят вот так ну и там еще я привел откуда почему мы именно священное писание изучаем почему эти 77 книг и привел исповек из апостольских 85 правила и из поместных соборов и святых отцов из канонов наших православных привел все места где описывается все книги какие вы должны изучать рассказала но перед этим спел песнопения как мы любим наш кружок детское такое было на детской как в этом кружке все светло все вокруг любезны веселыми мирные и всегда с господом и господь нам открывает наши сердца на себе навстречу мы идем к спасению и вот там несколько куплетов они короткие двустрочные я им спел ну как мог пока зубы у меня двадцатого числа в пятницу помолитесь чтобы наконец-то мне слегки начали делать а не выдирать а то не останется вообще ничего нет я нашла самое главное то к чему мы долго шли это издание семитомника проповедей на свете святой библии одна книга там около двух килограммов весит а сам комплект около 15 килограммов стоимость его этих обозначил 16 600 очень красивые книги яркие в общем они вышли наконец-то мы забрали из типографии часть остается в москве часть едет александру борцову на хранение вместе с контейнером приобрели и обрели контейнер сейчас устанавливают сегодня надо усиленно молиться потому что мероприятие такое я не знаю даже можно сказать рискованное опасное там просто невероятное даже вот братья должны приехать помочь им и половина там меньше 500 комплектов едет в барнаул они войдут войдут в этот контейнер войдут это будет в среду-четверг должны прийти книги очень много препятствий там просто вот вот сатана восстал я не знаю какие-то то есть заговорились на они раз оставляют счет полтора раза в десятки тысяч просто и остановили я другую машину нашла забирать эти книги приехал водитель они не отдают у вас доверенность не такая вчера была такая сегодня не такая я говорю я же смотрю на эту доверенность там все нормально нет она у вас там один день действительно вот как один день я уже там просто в трубку заплакала наши книги там наверное оператора нажалила смотрю сбросьте там нет это доверенность все все отдадим вот я упала на колени господа вот взмолилась и все попросила на вы так далее книги вот сейчас они едут то не просто вот я говорю что ну за все деньги год да? умудрились за деньги мероприятие не препятствий не терпит значит оно не угодно Богу значит это все-таки угодно Богу не многие понимают ценность это огромные деньги которые люди из разных стран отправляют сотнями тысяч отправляют благослови господи надо так чтобы это все распространялось десятину которого возьмите эти книги и подарите священникам потому что это как раз та самая десятина которую мы должны им отдавать они торгуют мы не можем им деньгами сами понимаете а вот такие вот подарки где-то они в библиотеках останутся кто-то прочитает обратиться все равно это уже не в одном месте у нас здесь контейнер лежат поэтому призываю всех приобретать эти книги на православию трехтомники и сейчас вот это четырехтомник семитомник будет а ну семитомник нет она к словам православия трехтомник я еще четырехтомник а вот это проповеди это прям вот для священников ну еще надо добавить что путешествующие едут в лагерь сколько лена знаешь да то 8 5 бачка сказал 8 5 человек едут в потеряевку на христольный праздник завтра потеряевки престольный праздник должны приехать священники и дал свое ну подтвердил свое присутствие митрополит но сегодня еще уточнят и сегодня дождь и вот вопрос дождь сегодня дождь как будут дороги и вчера именно об этом батюшка позвонил говорит завтра вроде нет дождя подтвердить то подтвердили а приедут ли нехороший дождь всю ночь он шел и шел хорошо вы сами батюшка сам купил ну что пожелаем батюшке его праздник прошел благополучно чтобы гости доехали доехали и вернулись благополучно из происшествий да помоги им господи завершаем достойно есть я кого истину блажите тя богородицу пресно блаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херувим и свамишую без сравнения серопин без искрения бога слова ручую сущую богородицу тя величина господи защите родину нашу от нашествия на племенников от внутренних распорий от беззакония которая встанет останови делающий зло просвети правителей страны наши чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих также посвяти и защити людей не познавших тебя обрати к истине что божественную любовь коснулась каждого сердца священника который не служит тебе как должен а пусть покажется в небрежении своим и проповедует смело и инославным оба иисусе христе господи праведно суды твои за россии за то что оставили тебя и слова твои изреченности той библии прости нас душ и владыка жизни что закрыли имя твое бога и бога дух святой ты наставит нас не признавать никаких иных богов вот и я а вот и господи научи нас семикратно в день проставлять тебя засуды правды твоей тебе хвала слава честь и поклонение пресвятая троица отец сын и святой дух аминь спасибо христос за молитвы если меня вспомнил я плаваю все еще у нас сейчас еще баги лета поэтому я